Айсул работает врачом всего год. Когда в 11 классе девушка выбирала профессию, то и предположить не могла, что придется работать в условиях пандемии. Айсул признается, когда был большой наплыв заболевших, эмоции могли накрыть так, что девушке хотелось все бросить. Но она взяла себя в руки и по сей день выполняет свой врачебный и человеческий долг. Это помощь людям. Никто от этого не застрахован. Могут болеть и чужие люди, могут заболеть родные люди. То есть в любой момент можно оказать какую-то помощь. Пациенты разные бывают. Но в основном, конечно, они поступают. У всех тревога. На первом месте это тревога. Даже если объективно у них состояние удовлетворительное, на рентгене, на КТ-снимке все хорошо, температуры ничего нет, они все равно переживают, тревожатся. Кто-то сам себе накручивает. Врачи говорят, что справиться с тревогой пациентов помогают беседы. Медики стараются проводить их по мере своих сил. И это находит свой отклик. У меня в стационаре находится мама. Лежит с пневмонией двухсторонней. Ну и плюс, конечно, диагноз ковид. В отношении медиков она не жаловалась. Всегда говорила, что очень внимательные, доступно всегда все объясняют. Все анализы, все рассказывают. Какие препараты колят, что делают, для чего. Им только можно сказать спасибо. Благодаря нашим медикам я завтра, скорее всего, забираю маму с больницы. Выздоровела. Она, соответственно, выздоровела. Большое спасибо медикам нашим. Но спасибо медикам говорят не всегда. Врачи рассказали, что многие заболевшие, попадая в стационар, уже настроены негативно. И могут даже грубить персоналу. Все из-за страха, что им не окажут должную помощь. На самом деле у нас есть все препараты для лечения необходимые. Пациенты не покупают. У нас есть все в наличии. Достаточно кислородных концентраторов. Есть палата интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Достаточно сотрудников, врачей и медперсонала. Айсу и Светлана на двоих курируют 39 пациентов. К ним они и возвращаются. После недолгого отдыха здесь же, во дворе больницы. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.